Здравствуйте! Это новости телеканала ОСА. Началась самая короткая рабочая неделя в этом году. А у нас есть что рассказать о жизни в Ачинске и Ачинском районе. Вот какой сегодня получился выпуск. Если вы пропустили главный праздник страны, покажем, как Ачинцы отметили 9 мая. Главный по Ачинску продолжает наводить порядок в городе. Мы ищем проблемные места, находим виноватых и рассказываем, когда все исправят. Для города это была встряска, это очень даже была. Вместо фейерверков и хлопушек рев мотора. Ачинские байкеры открыли новый сезон. Понтонный мост через Чулым пока не поставят. Хоть и очень хочется рыбакам, дачникам и жителям Ачинского района. Как нам сообщили в Ачинском транспорте, вода в реке еще очень большая. Заявки из мэрии на установку тоже нет. И даже о примерных сроках, когда появится понтонный мост, говорить рано. Так что ждем, когда вода спадет. Зато дорогу уже переделывают. Это про федеральную трассу на выезде в Красноярск. На днях телеканал АСА рассказал, что новый асфальт в районе заправки КНП уже вспучился. Руководство Байкал-Управтодора сразу отреагировало на наше сообщение. Лично приехала с проверкой из Красноярска. И тут же наказала устранить брак. И вот владелец АЗС на выходных взялся за переделку. Если и в этот раз асфальт положат некачественно, снова будут переделывать. Это нам заявили в надзорной дорожной организации. Ну а мы продолжаем наводить порядок в городе в рубрике «Главный по Ачинску». Здравствуйте! Это рубрика «Главный по Ачинску». И сегодня дежурная по городу я, Наталья Солодовник. Еще несколько лет назад эта хоккейная коробка, которая находится в микрорайоне «Авиатор», притягивала детвору со всей округи. Сейчас все иначе. Как говорят местные жители, уже несколько лет никто не занимается этой спортивной площадкой. Здесь ограждения давно нуждаются в замене, но осетку вовсе пора выкинуть. Обидно за детей, потому что совершенно не стало уделяться внимания развитию массового спорта. Вот наша вот эта вот спортивная площадка, она является и летней, и зимой она используется как каток, использовалась как каток. Детишки здесь играли в хоккей, в футбол, то есть занимались всеми видами спорта, очень много детей здесь занималось. Как мы выяснили, эта территория не управляющая компанией, а муниципальная. Так что если жители «Авиатора» хотят благоустроить спортивную площадку, нужно обратиться в администрацию, написать заявление о присоединении этой территории к придомовой. После этого на общем собрании жильцов с управляющей компанией «Сибирь» принять решение о том, какие работы тут надо проводить. Однако, по словам генерального директора управляющей компании Сергея Мачехина, из-за этого увеличится и кварплата. Металлическое ограждение, которое должно препятствовать выходу на крышу, стало объектом опасности. Три недели назад наша съемочная группа была здесь, у командора на 7 микрорайоне. Сейчас мы находимся на 7 микрорайоне рядом с нами, как его еще называют по старинке, гастроном номер 63. Здесь прохожим открывается не очень привлекательная картина. Тогда собственники поторговых павильонов, что находятся ниже, обещали эту проблему решить. Да и начальник ЖКХ заверил, если до майских праздников ограждение не восстановят, то его демонтируют за бюджетные деньги. Часть ограждения восстановили и укрепили вот такими металлическими штырями. Другая часть ограждения по-прежнему лежит на тротуаре. Восстанавливать ограждение собственники начали буквально вчера и закончат к 20 числам мая. В нашу телекомпанию обратились жители 20-го дома 2-го микрорайона. У них во дворе неделю назад вскрыли асфальт, и жители обеспокоены, что до сих пор никаких ремонтных работ не производится. Здесь на машине-то трудно проехать, не то что пройти. Конечно, это очень неудобно. Но какой разговор? Вы что? И мы прыгаем, и машины прыгают. А кто это разрыл-то? Вот что мы и разузнали. Копательные работы тут ведет компания «Водре». Она занимается ремонтом канализационных сетей. В прошлом году осенью они тут работали, а асфальт из-за погоды уже хорошо уложить не получилось. Вот сейчас все исправляют. Как нам сообщили в управляющей компании, из-за дождя и снега опять сделали паузу, но до конца мая нас заверили – все сделают. Это была рубрика «Главный по Ачинску». Наталья Солдовник, Иван Цуканов. Новости телеканала ОСА. Самый главный праздник в стране, на мой взгляд, День Победы. Тысячи ачинцев приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Горожане возлагали цветы к мемориалу, наблюдали за праздничным шествием или шли в колонии бессмертного полка. Съемочная группа телеканала ОСА тоже была в строю. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в концлагерях. Объявляется минута молчания. Празднование Дня Победы началось у главного мемориала города – памятника Скорбящей Матери. Традиционно именно этот мемориал становится центральным местом, которому возлагают цветы и венки в память о 7 тысячах погибших земляках в годы Великой Отечественной войны. Имена которых выбиты на гранитных плитах. Принять участие в торжественном митинге пришли не только ветераны войны, но и сотни горожан. Каждый вспоминал свою историю о войне, рассказанную дедами и прадедами. Моего деда Азериденко Анания Лукича провожал на войну мой прадед, который в то время, говорилось, вернулся с Первой Германской войны. У меня два деда. Второй дед – Ткаленко Николай Ананич. Пять раз горел в танке. Трижды был контужен. Оба деда вернулись с войны. Оба деда вернулись с войны фронтовиками. И для меня, конечно, это самый святой праздник, который может быть на земле. Для меня 9 мая, конечно, это, наверное, самый важный праздник в жизни, потому что я с детства помню своих дедов, своих прадедов. И для меня, скажем так, это очень чувствительно, потому что я сам помню, в детстве очень много людей было без ног, без рук. Ну, то есть война, скажем так, всегда была в моем детстве, то есть и в деревне, и в городе, когда жили. Поэтому праздник очень важный. Здравствуйте, господинцы, господинцы! Здравия, слава, 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 слава! Поздравляю вас в сеть сетю второй годов этой победы в Великой Отечественной войне! Дальше празднование Дня Победы перенеслось на площадь 300-летия Ачинска, где торжественным маршем прошли парадные расчеты ветеранов локальных войн, сотрудников полиции, военнослужащих и кадетов. На площади городского дворца культуры горожане могли услышать песни военных лет, а на бульваре Богаткова сами Ачинцы пели легендарную «Катюшу». Тех, кого не испугала испортившаяся погода, на Ачинском Арбате ждали различные развлекательные локации. Сейчас я нахожусь в вот такой импровизированной фотозоне, где каждый Ачинец может сфотографироваться вот в таком военном антураже. Елизавета Бобрякова, Александр Сиделев, Иван Цуканов. Новости ОСА. А в рубрике «5 человек сегодня» участники «Бессмертного полка» рассказывают о своих героях. «Бессмертный полк, ты будешь жить в Италии, Бессмертный полк, победы наши планы, Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами, Бессмертный полк, бессмертный полк». Это моей мамы, Шевелевой Надежды Ивановны. Она была радисткой, была призвана Томским военкоматом на Белорусский фронт. Прошла войну, и вот мы ее чествуем. Любим, помним. Это мой дед Ковалев Никонор Матвеевич, танкист, зам по технической части, командира роты танковой. Служил на Донском фронте, начинал свою службу. Закончил, как водится, танкистом в Берлине. Прошел всю войну, награжден многими орденами, медалями, в том числе Орден Красной Звезды. Это мой прадедушка и моя прабабушка. Дед у нас прошел войну с самого начала, в 41-м году. Они у нас оба с Украины, были призваны на Первом украинском фронте. Дед всю войну был военным корреспондентом. У него есть две медали во время войны и очень много после войны. В 42-м году ему была дана медаль за то, что он своими призывами военного корреспондента повел в бой солдат в Первом центральном фронте. Молодым желаю счастья, здоровья, чтобы они были здоровыми, хорошими, добрыми и веселыми. А ветеранам, чтобы еще долго-долго лет жили, были веселые, настроение хорошее. С каждым годом на 9 мая приходит все меньше самих участников Великой Отечественной войны. Эта жизнь, никуда от этого не денешься. Но на их место приходит новое поколение. Так старшеклассники из 4-й школы чтят память героя Советского Союза Валентина Ипполитовича Манкевича. В этом бою он сильно ранен. Звание Героя Советского Союза было присвоено Валентину Ипполитовичу Манкевичу 23 сентября 1944 года. Акция памяти, которую организовали ученики и педагоги школы номер 4, проходила под дождем и снегом. Но даже такие неприятности погоды не остановили школьников. Они пришли к дому по улице Ленина, где расположена мемориальная доска в память о Валентине Ипполитовиче Манкевиче, чтобы отдать дань уважения его заслугам. Старшеклассники рассказали о его жизни, фронтовых подвигах и наградах. В завершении акции каждый присутствующий возложил цветы к мемориальной доске с именем Ачинского Героя. Дети очень ответственно и радостно относятся к этому празднику. И вы видите их активность даже в такую непогоду. Поэтому воспитательный момент здесь очень важен. Дань памяти нашим героям, нашим победителям, надофашизмам очень важна для нашей истории, для наших детей. Сезон подарков в газете «Новая причулымка». Продуктовые корзины, комплекты постельного белья, покрывало, пледы. Спешите подписаться на новую причулымку и принять участие в акции. Подробности в газете. А сейчас в выпуске короткий обзор происшествий за длинные выходные. В выходные дни на Ачинск обрушился штормовой ветер. Он срывал рекламу с баннеров, опрокидывал остановки и даже грузовые машины. В старом центре по улице Ленина порывы ветра повредили крепление знака. Четыре пожарных расчета понадобилось, чтобы затушить двухэтажный барак по улице Ленина. В воскресенье 7 мая горело здание – это объект культурного наследия Красноярского края. Здание было нежилое, никто не пострадал. Как говорят в поджарном надзоре, возможная причина возгорания – это неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. В Ачинске закончено следствие по делу наркодилеров. Как сообщают в полиции, организованная группа из 15 человек продавала синтетический наркотик через интернет. При задержании у них было изъято более 80 килограммов запрещенных веществ. Дело передано в суд. У нас май на дворе, а эти люди отмечают Новый год. Ачинские байкеры открыли новый сезон. Нашу Дарью Потехину они убеждали, что настоящие байкеры не гоняют по городским улицам со страшным ревом. Это, уверяют, шпана так развлекается. Смотрим сюжет про настоящих байкеров. Хотя про шпану на мотоциклах, которая пугает прохожих и автомобилистов, мы тоже готовим материал. Вот так с рычанием собираются ачинские байкеры на свой Новый год. Им все равно, что май на дворе. У них старт мотосезона. Уже 13-й по счету. Но в приметы владельцы железных коней тоже не верят. Нынче в колонну по городу планируют собрать 200 байкеров. Но не всякий обладатель мотоцикла является байкером. Об этом нам рассказал представитель этого клуба Алексей Курчатов. Есть четкое разделение. Есть байкеры, а есть мотоциклисты. То есть наличие у человека мотоцикла делает его мотоциклистом. Наличие у мотоциклиста убеждений делает мотоциклиста байкером. Вот мы байкеры. Для нас больше интересны дальние поездки. Поэтому ночью в городе нас очень редко встретить. Нас ты чаще встретишь на трассе. Основатель первого байкерского клуба Вачинский Сергей Васильев рассказал, как все начиналось. Все началось с 2005 года, с объявления. Правда, ребята говорят, что и раньше собирались. Но не было такого, чтобы приезжали из других городов. То есть я пригласил красноярцев. Они приезжали. Вот первые байк-тусовки собирались. Первые проезды по городу. Еще там ажиотаж был. Это вообще весь город собрался. Когда впереди шел дождь, за ним линкольн раскрашенный под цвета. Там девчонки сидят в окошках, там изображают. Это было что-то, конечно. Для города это была встряска. Это очень даже было. По словам казначея мотоклуба авантюриста Алексея Курчатова, стать членом их клуба просто. Достаточно иметь права категории А, мотоцикл, принять устав. После принятия устава кандидат проявляет себя в течение года и становится членом клуба. Мотосезон в Ачинске можно считать открытым. Дарья Потехина, Александр Сиделев, Новости ОСА. Это все новости. Звоните нам в 577-55, шлите видео и пишите нам в группу ВКонтакте. Новости телеканала ОСА смотрите в 20 часов. Рассказывайте о нас соседям, друзьям и родным. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok